На краю деревни, у околицы, стоял одинокий покосившийся домишко. Жили там муж и жена со своей единственной дочерью, а звали ее Гретте. Жили они в большой бедности, хоть и трудились с утра до вечера. Гретте была девушкой работящей и красивой, одно нехорошо. Не умела она держать язык за зубами, болтала без умолку, что надо и что не надо. Да и то сказать, у отца ее с матерью тоже язык был без костей. В той же деревне стояла богатая усадьба и жил в ней молодой красивый парень Ханс. Отец его умер и отказал все свое добро сыну. Жил Ханс с матерью, старушка домовничала, а Ханс всю мужскую работу в усадьбе справлял. Шел Хансу двадцатый год, и жениха богаче его во всем приходе не было. А уж пригож был Ханс, первый на всю округу красавец. И не мудрено, что девушки по нему сохли. Гретте бывало тоже на него заглядывалась. Как-то утром только расцвело, приходит Ханс на поварню, где стряпала Гретте, и говорит, послушай-ка, голубушка Гретте, девушка, ты скромная, добрая и очень мне по душе пришлась. Надумал я взять тебя в жены, только гляди до поры до времени, никому про то не сказывай. Боялся Ханс, не проведала бы мать раньше срока, что задумал он сватать девушку из бедных. Хотелось ей невестку побогаче да познатнее. Вот и просил Ханс, чтобы Гретте помолчала. Спасибо тебе, отвечает Гретте, уж я-то не проболтаюсь. Ушел он, а Гретте опять взялась за стряпню, молочный кисель к завтраку готовила. Засыпала она в горшок пригоршню другую муки, развела молоком. Стряпает Гретте, а у самой только Ханс на уме. Вот и всыпала она невзначай залу в кисель вместо сахару. Помешивает Гретта кисель половником, а сама от счастья будто солнышко сияет. Мать ждала-ждала завтрака, не дождалась и пошла поглядеть, чего эта дочка так на кухне замешкалась. Вошла она в кухню, увидела дочкину стряпню, да как закричит. Ты что это, Грета, делаешь? Для чего залу в кисель сыплешь? Ох, матушка, отвечает Грета, я от радости себя не помню. Чему ж ты так обрадовалась? Спрашивает мать. Был тут Ханс, сказал, что возьмет меня в жены, да только с уговором. Молчать, про то, до поры до времени. Ну уж мы-то не проболтаемся, говорит мать. Вот счастье привалило. Стала она сама кисель половником мешать и вовсе горшок опрокинула. И отец ждал-ждал завтрака, не дождался и пошел поглядеть, чего эта дочка с матерью на кухне замешкались. Входит он в кухню и видит, горшок опрокинут, а кисель весь по полу разлился. Что это вы тут настряпали? Спрашивает хозяин. Ох, батюшка, мы от радости себя не помним, в один голос отвечает мать с дочерью. Чему ж вы так обрадовались? Спрашивает отец. Был тут Ханс, сказал, что возьмет Греты в жены, да только с уговором. Молчать, про то, до поры до времени. Ну, за этим дело не станет, говорит хозяин. На радостях он и про завтрак забыл. Вышел во двор и давай коней своих задом наперед в телегу впрякать. А мимо как раз Ханс проходил. Увидал он, что хозяин выделывает и девица. Ты зачем коней мордой к телеге ставишь? Ох, Ханс, отвечает отец, я от радости себя не помню. Чему ж ты так обрадовался, спрашивает Ханс. Как, чему? Ты ведь сказал, что хочешь взять нашу дочку в жены? Удивился и хозяин. Разозлился тут Ханс и говорит, да, хотел. А теперь свои слова назад беру. Не сумела она держать язык за зубами, пусть на себя пеняет. Пошел Ханс своей дорогой, а Греты ни с чем осталось. С той поры Ханс к ней и носу не казал. И вот дошел однажды до Греты слух, будто посватался Ханс к дочке богатого хуторянина. И в воскресенье будет оглашение в церкви. В воскресенье Грета говорит матери, схожу-ка я нынче в церковь, перекинусь словечком с моим суженым. Вошел Ханс со своей невестой в церковь, а Грета улучила время, отозвала его в сторону и шепчет. Хоть и покинул ты меня, а я тебя из сердца не выбросила. Видит невеста, что какая-то девушка с ее женихом шепчется. И ну, Ханса, выспрашивать. Кто да что? И что это она тебе на ухо шептала? Да одна тут, отвечает Ханс. Ханс. Обещался я взять ее в жены, коли она про то до поры до времени не проболтается. А она не сумела удержать язык за зубами. Слыханное ли дело, усмехнулась невеста. Неужто она промолчать не сумела? Кто ее за язык тянул? Я семерых женихов обманула и ни одной живой душе ни единым словом про это не обмолвилась. Вот только сейчас ненароком с языка слетела. Как услыхал такие слова Ханс, как пустился бежать, только невеста его и видела. Рассудил потом Ханс. Все же Грета девушка скромная и работящая. Поженились Ханс с Греты и жили долго и счастливо. Продолжение следует.